добрый день мои дорогие сегодня мы с вами поговорим о комнатном гранате это мое любимое растение ну почему потому что он до того неприхотливый выходе а столько от него красоты столько от него радости это просто не выразить словами во-первых он цветет практически все лето начиная с февраля а потом к осени у него появляются вот такие плоды видите сейчас конечно конечно подошел срок собрать урожай и мы с вами сейчас этим займемся соберем урожай правда гранаты успели уже здорово потрескаться но ничего как говорится время пришло и так собираем урожай просто срезаем комнатные гранаты в этом году их на растение вызрело шесть штук вот это столько растения позволило выносить ну и поскольку я продолжала поливать вот они уже начали трескаться природе гранаты тоже трескаются семена вываливаются и прорастает вот поэтому сначала они белого цвета а потом краснеют и становятся вот такими вот розовенькими или даже бордового цвета вот самый большой самые первые цветки дают самые крупные плоды и вот это самый крупный плод размером он с небольшое яблочко а зернышки у него ну почти такие же как у настоящего граната такого же размера но то что сладкие это точно и поскольку гранат это такой плод у которого все съедобно и зернышки они кстати очень мягкий если их долго долго жевать появляется такое послевкусие очень приятное да и зернышки рекомендуется прожевывать потому что они тоже очень полезные даже кожура граната она используется при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта останавливает диарею даже при дизентерии корки граната можно заваривать и пить этот настой он очень очень эффективен от поноса диареи так что вот так вот пять гранатов раз два три четыре вот пятый плод ну этот уже вообще весь растрескался смотрите съешь меня ну съешь ну съешь меня так и просится и самый последний спрятался вот здесь вот в гуще листвы я его срезаю какие вы молодцы что выросли надо же на подоконнике вот многие сомневаются вырастет гранат не вырастет и задают мне вопрос а можно ли посадить дома гранат из зернышек купленных в магазине больших крупных гранатов я вам друзья вам мы и скажу что в домашних условиях вряд ли будет плодоносить этот садовый гранат вам нужен именно такой сорт комнатного граната который называется карфаген кстати у нас тут гость это мой любимый красавчик клеродендрум он видимо не всю свою цветочную силу отдал летом и решил порадовать меня еще и осенью своим цветением батарейки включили стало тепло и он зацвех вот это да здорово и так вернемся к нашему гранат сейчас после того как гранат дал плоды мы их срезали нам нужно теперь провести обрезку гранат я провожу эту обрезку радикально моему гранату уже порядка четырех лет вот и в каждый год у него отрастают вот такие крупные ветви несмотря на то что я подстригаю его очень коротко а ветки вырастают вот такой длины где-то сантиметров по 30-40 вот конечно на подоконнике нам такая поросль не нужна и пока идет период покоя у граната для того чтобы он отоспался набрался сил я вот эту вот лишнюю листву лишние ветки срежу потому что плоды появляются только на веточках этого погода то есть весной он выпускает ветки даже это начнется не весной а вот солнышко повалает поворачивает на лето в декабре и он начинает давать поросли новых веточек поэтому ноябрь самое время его подрезать просто берем и можете секатором если у вас ветки крупные или я просто ножницами срезаю вот веточки кстати не выбрасывайте их их можно начеренковать из этих веточек получится прекрасные черенки просто воткните в землю под углом 45 градусов и накройте пакетиком ну смотрите чтобы не заплеснивало а лучше посадите гранат из зернышек то есть берете зернышко сажаете его в землю все и у вас на через год уже этот гранат будет цвести вот так вот такой секретик а пока мы проводим обрезку я оставляю скелетные ветви растения вот обрезаю сухие и обрезаю излишне длинные ветки и они будут становиться все более и более кудрявыми так так веточки кстати веточки не выбрасывайте они целебные если вы не завариваете их в чай можно и листву заваривать и сами веточки это будет очень витаминный напиток во первых но если вы этого не делаете то просто запарьте или ополаскивайте волосы или запарьте для того чтобы сделать ванночку для рук и ног укрепляет очень хорошо ногти вот такой вот это гранат очень полезный ведь и он на подоконнике начал у меня листики начали желтеть потому что окошко открыто а на улице уже холодно вот я немножко по 5 сантиметров буквально оставляю веточку не целиком и срезаю оставляю 5 сантиметров на ней имеется несколько между узлей и там уже зародились новые побеги которые как только гранат придет в себя после плодоношения и установится солнечная солнечный режим то есть солнце начнет прибывать солнечный день гранат начнет давать молодую порсль веточек молодых молоденьких так вот эту крупную ветку срезаем она очень крупная раздвоившаяся вот кашпо у меня достаточно большое для этого растения но вы видите насколько радикально идет подрезка фактически от кроны ничего не остается и это растению на пользу она омолаживается вот гранатик привезла из саяногорска моя мама это было еще лет двадцать тому назад а это уже детки этого граната выращены или из черенков это конкретно из черенка но и зернышек я вас уверяю они так же быстро растут и развиваются как черенки и даже более крепкие стоят как бы у них работает программа выживания из семечки и он развивается очень даже хорошо я гранат раздавала всем своим знакомым близким и родным отращивала и раздавала последний раз я поменялась гранат на японскую айву и надеюсь мне в палисаднике тоже вырастет еще и японская айва и я вам про неё обязательно потом расскажу она кстати у меня уже принялась единственное если она перезимует хорошо эту зимовку то все будет отлично вот посмотрите что осталось от кустика граната как я его радикально обрезала но у него есть теперь возможность выпустить новые веточки как только наступит подходящее для него время и в феврале он опять зацветет какая земля также задает вопрос какая почва почву я покупаю садовую в магазине вот сверху у меня лежат камушки ну для красоты раз второе чтобы верхний слой не сильно пересыхал вот и я думаю гранатик радуется когда он растет в таком немножко скалистом грунте хотя почва тут очень хорошо проницаема для воды и для воздуха это очень важно чтобы она дышала плюс я не беру почву из сада из леса потому что там присутствуют вредители грибки и плесень вот ну чтобы этого было поменьше и растет превосходно замечательно и вы видели что еще и плодоносит удобрение сейчас удобрять не надо поскольку наступает период покоя но как только вы увидите что пошла вегетация появилась молодая зеленая поросль побеги тогда начинайте понемножечку удобрять буквально комплексным удобрением или удобрением с преобладанием калия потому что калий помогает цветению расти вот но вы видите что это практически уже деревце с таким крепким стволиком какие еще есть секреты у меня у этого гранатика чтобы он хорошо рос здоровайтесь с ним каждое утро и опрыскивайте его водичкой гранат это тоже любит но только таким образом чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи после опрыскивания поставьте его на светлый подоконник у меня стоит на восточном окне и первые утренние лучи солнышка достаются именно гранату мой день начинается с того что я обхожу все свои растения и здороваюсь с каждым за руки таким образом я проверяю хорош ли тургор листвы и вот и она как бы со мной здоровается а если это растение такое пышное вот как мирт например я просто люблю его гладить вот так по листве и мне кажется ему это тоже нравится как пушистый котенок вот такие вот меня котятки ну вот и все дорогие мои а я вам желаю прекрасных ваших друзей комнатных растений и чтобы ваше утро начиналось с чашечки хорошего напитка который вам подарит эти друзья либо при помощи своих листочков мы их завариваем либо отведайте его плодов вот такие вот плоды конечно в азербайджане мне написал один зритель моего канала приезжайте к нам в азербайджан у нас гранаты какие хочешь растут прямо на улице знаю ребята знаю а вот в наших широтах к сожалению на улице это деревце не вырастет не выживет зимой у нас очень влажный леденистый я бы сказала климат и зимой минус 20 это как все минус 40 ощущается потому что пронизывающий ветерок плюс влажность дорогие мои а сейчас самое важное это отведать этого граната ведь вы же не зря его целый год растили а потом помните сказочка была такая гуси лебеди она называлась и вот там аленушка бежит яблонька и попадается навстречу она говорит яблонька яблонька не знаешь куда гусите лебеди моего ванюшку понесли а яблонька ей в ответ съешь моего яблочко скажу аленушка говорит в моем саду и батюшкин это яблочки сладкие не едятся а ты мне кислые свои предлагаешь не буду я есть твоего яблочко ну яблонька ей и не сказала и побежала аленушка дальше вот ну видимо она очень торопилась так же как и мы все сейчас торопимся а вот когда она обратно уже бежала и ей надо было за что ни про что спрятаться она говорит яблонька яблонька спрячь нас с иванушкой а яблонька ей опять говорит а съешь моего кисленького яблочко спрячу и скушала аленушка кисленькое яблочко поблагодарила яблоньку яблонька укрыла их с иванушкой своими ветками и они спрятались от злых гусей лебедей бабы еги вот что я хочу сказать этим дорогие мои тем что они только и ждут чтобы мы отведали их плода они хотят очень быть нам полезными тогда они будут защищать нас и наделять нас самыми хорошими качествами которые мы получим от этих плодов так что давайте есть вырастили смотрите какой гранат вот я все время каждый год съедаем все эти гранатики а зернышки сажаю и у меня вырастает а потом я раздаю если получается пристроить а получается всегда ну посмотрите не красота ли вы знаете даже магазинные так не напоминает мне вкус настоящий гранатов как вот этот кислый бывало купишь таджикистане приходилось жить купишь на базаре гранат а они бывают и кислый сладкий вот какой попадется бывает такой кислый у но как дичка да съешь моего кисленького яблочко скажу а вы ешьте и благодарите благодарю тебя мой гранат за твои плоды очень вкусные и на будущий год я буду ждать тоже таких же вкусных и разжевывайте разжевывайте зернышки обязательно долго долго держите их во рту не проглатывайте нужно почувствовать полный вкус неповторимо ну не все самые красивые зернышки оставьте и посадите сажать их надо тут же в землю съели не замораживайте никакой стратификации ничего этого не надо съели об социале зернышки и тут же воткните в землю все и у вас будет расти приятного аппетита вкуснота и обязательно поделитесь с вашими друзьями пусть они тоже попробуют вот один из них поедет наверно дорогим моим дочке и зятью и их сыну короче а это вы будете смеяться остатки помидор выросли у меня в палисаднике но крупные мы уже съели осталась вот такая вот мелкота недозрели на подоконнике для борща самое то зато все свое ну а пока все дорогие мои на сегодня я с вами прощаюсь следующее видео увидимся я для вас приготовлю тоже кое-что интересное подписывайтесь на мой канал ставьте лайки если вам было полезно это видео и вы решили обзавестись комнатным гранатом пишите комментарии я всегда их читаю и стараюсь на каждый из них отвечать а пока всем пока с вами была диана и мои друзья комнатный гранат и клеродендрум и 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